Андрей Ильич, здравствуйте! В своих лекциях и выступлениях вы очень часто упоминаете такое понятие, как психоисторическая война Запада с Россией, которая идет на протяжении длительного времени уже. Каковы, на ваш взгляд, опять же, главные причины этой войны и почему именно Россия стала, собственно, мишенью? Ну, прежде всего, что такое психоисторическая война? Иногда ее сводят к информационной войне. Это не совсем точно. Информационная война – это самое простое измерение психоисторической войны. Это война на уровне фактов. Следующий уровень психоисторической войны – концептуальный, это интерпретации. И высший пилотаж – это метафизический уровень, то есть это смыслы. Вот все вместе – это психоисторическая война. Психоисторическая война – это воздействие вот по трем этим уровням либо на общество, мишень в целом, либо на те группы, которые контролируют власть и интеллектуальную сферу. Ну, выражаясь таким современным языком, на властные элиты и интеллигенцию с целью переформатировать их сознание и подавить волю к сопротивлению. Вот что такое психоисторическая война. Что касается почему Россия, дело в том, что вот Запад – это сплошная экспансия всю историю. Начиная с крестовых походов, ну и далее, и далее, и далее. И вот не успела Англия еще встать на ноги в конце XVI века, а английский разведчик, астролог и математик Джон Ди уже сформулировал концепцию Зеленой империи. Это Англия, которая контролирует Северную Америку и Северную Евразию, то есть Россию. Россия – это сверхконтинентальная держава, Англия – морская держава. Но вот в XVII веке Англии было не до нас. Она воевала в XVI с Испанией, в XVII с Голландией и Францией, затем в XVIII веке начались сначала Семилетняя война, затем Наполеоновские. А вот сразу после Наполеоновских войн Англия, Великобритания напрямую вышла на Россию как на своего главного континентального противника. И в 1820-е годы британцы запустили проект, который можно назвать русофобией. Если раньше, скажем, борьба наша с католиками велась на религиозном языке, православное против католиков, то здесь развернулась битва против русских как таковых. Но здесь не только причины геополитические. Дело в том, что Англия – это протестантизм, это англиканство. Дело в том, что протестантизм – это максимум иудаизации христианства, это протестантизм. Потому что в нормальном христианстве не может быть избранных групп, которые предназначены к спасению. А в протестантизме есть те, кто богат, кто хорошо, кто трудится и кто трудом добывает именно богатство. Ну и это очень совпадает с избранным народом в иудаизме. И это совершенно для православия не характерно. Ну и для католицизма тоже. То есть мы полный антипод с британцами. Есть еще одна вещь. Когда говорят, что британцы боролись за права человека, но формально – да, по сути это ложь. Дело в том, что права человека для англичанина, но с 1707 для британца. Дело в том, что Великобритания возникла в 1707 году благодаря объединению Англии и Шотландии. До этого были Англия и Шотландия, после Великобритания. Так вот, права человека для англичанина, для британца – это привилегии представителя господствующего класса. Только это привилегии. И для простолюдинов чуть-чуть им сбросили прав, когда появилась британская колониальная империя и когда появились еще люди ниже, чем простолюдины британские. Или, как их называли в Британии, цветное отродье. И предполагалось, что вот этот расизм, он сможет примирить простолюдинов с верхушкой, снять между ними классовые противоречия. Не случайно Сесил Роц говорил, либо вы будете империалистами, либо вы получите гражданскую войну. То есть, само представление о правах человека – это права, опять же, очень ограниченного количества людей. Для русских любой человек – человек. В этом отношении очень интересно. Мне рассказывали мои знакомые арабисты, и эксперты, и журналисты, и сотрудники других структур. Они это наблюдали в арабском мире. Приезжает англичанин или американец в посольство, начинает ходить на рынок, в магазин, в базар. Сколько бы он ни ходил, он все равно, там дистанция. Приезжает русский. Уже через месяц он на рынке, на базаре становится своим. Потому что он не ставит себя выше вот этих местных людей. И люди это чувствуют. Люди это чувствуют. То есть, мы абсолютные антиподы британцев. Плюс, это морская держава, это геополитическая. И после наполеоновских войн, единственная держава, которая стояла на пути Британии к мировому господству, это была Россия. Но дело еще вот в чем. После наполеоновских войн на Западе сформировался тот исторический субъект, надгосударственный, который существует до сих пор. Сконструирован он таким образом. Государство Гегемон, Великобритания, в 20 веке США. Гегемон капиталистической системы. Затем финансовый капитал. Это были Ротшильды. В 1818 году Ротшильды впервые нагнули аж три правительства европейских. Францию, Австрию и Пруссию. Дело было в Ахене. Был Ахенский конгресс. И речь шла о том, какой банк английский получит права давать займы, обеспечивать займы Франции для выплаты репараций. И все думали, что это будет старый английский банк Берингов. Ротшильды пытались пробиться к Меттерниху, к герцогу Ришелье, потомку знаменитого Ришелье. Их никто не принимал, потому что новые люди, Беринги, банку 200 лет, а эти, так сказать, Беринги, это англичане, Ротшильды, евреи из Германии, одеты, говорят с акцентом, так сказать, неказисты. В общем, с ними никто не разговаривал. И вдруг пошли странные вещи. Начал падать курс французских бумаг, а вместе с ним курс ценных бумаг, прусских и австрийских. Это сделали Ротшильды. И когда до европейцев дошло, что здесь может быть очень серьезный финансовый удар, они сразу Ротшильдов приняли, сразу забыли все остальные вещи, и Ротшильды получили право дать займ для репараций. По сути, 1818 год, это заявка финансового капитала, первая заявка на реальный контроль над правительствами. То есть, вторая голова этого Змея Горыныча, финансовый капитал. И третья, это закрытые наднациональные структуры. Тогда это были масоны. Затем масонов сменили другие структуры в конце 19 века. Но вот эта триада, государство Гедемон англосаксонский, финансовый капитал и закрытые структуры, вот эти три головы этого Змея Горыныча, и они сплелись в единый субъект, и все три головы по отдельности ненавидели Россию. Для британцев Россия геополитический и метафизический противник. Масонские ложи были спрещены в России, значит, русские цари-враги. Ну и Ротшильды в 1814-1815 годах на Венском конгрессе, они хотели устроить нечто вроде наднациональной власти в Европе. А Александр Первый это поломал. Он вместо наднациональной власти предложил международный священный союз. И тоже стал их врагом. Вот отсюда начинается борьба англосаксонского Запада, ну и Запада во главе с англосаксонами против России. И как говорил наш замечательный разведчик, генерал-лейтенант Леонид Владимирович Шибаршин, начальник первого главного управления КГБ, а затем в течение месяца, в сентябре, руководитель КГБ, потом он швырнул заявление Горбачеву и ушел. Так вот, Шибаршин говорил, Западу от России нужно одно, чтобы ее не было. Так что вот, и борьба эта развивается. Вот то, что мы видим сейчас, кстати, накал вот этой психоисторической войны, ну такого не было даже во время Холодной войны, потому что то, что происходит сейчас, это бьет абсолютно все рекорды. Это даже превышает уровень русофобии в Европе в 30-е и 40-е годы 19-го века. Потому что сейчас и потенциал СМИ значительно выше. Ну то есть вот таким образом. Специальная операция российских вооруженных сил в Украине сейчас с точки зрения именно психоисторической войны. Что есть, если вот именно с этого ракурса на нее посмотреть? Дело в том, что когда говорят, что Россия на Западе проигрывает информационную войну, это не точно, потому что мы не ведем на Западе информационной войны. У нас нет средств ввести на Западе информационную войну. Мы там перекрыты. Поэтому об информационной... И, кстати, и на Украине нет абсолютно средств. У России нет средств введения там информационной войны. Вплоть до того, что... Вот несколько историй таких было. Неподалеку от Киева берут в плен офицеры ВСУ. Он удивляется, потому что украинская пропаганда говорит, что русская армия отброшена границей, бюджет, отступает. А тут около Киева его берут в плен. Так что здесь идет очень такая жесткая война, что касается Запада. Но это уже даже не война, а это супер тупая пропаганда. Но эта тупая пропаганда действует на людей. Мне один очень, я не буду называть его имени, очень известный, крупный очень владелец фирм недвижимости на Западе. Когда-то прислал годы два письмо. Он посмотрел мой ролик, кто правит Западом. Ну и прислал замечательное совершенно письмо. И статьи прислал. Я рассказал историю. Когда был Коссовский кризис, там американцы набросали трупы албанцев. Ну, как будто их убили сербы. Но на них не было крови. И тогда вот этот мой, так сказать, корреспондент, он говорит, я сказал шефу ЦРУ тогдашнему, ну что, вы не могли получше сделать? Он говорит, да мы отправили Коссоварам несколько цистерн с бычьей кровью, но они ничего не сделали. Но, говорит, с другой стороны, говорит он, говорит, ведь народ съел это все, публика съела на Западе, ну и все, и не надо заморачиваться. Дело в том, что вот западный публик, я много жил на Западе, я должен сказать, что такой средний западный человек, будь то американец или француз, хотя между ними есть различия, это человек абсолютно равнодушный к тому, что происходит за пределами его бизнеса и пределами его квартиры или дома. Ему абсолютно на это плевать. Он не будет заморачиваться, он не будет ставить под сомнение то, что ему говорят из телевизионного ящика. Власти, потому что это означает усомниться, это значит дискомфорт, значит он должен занять какую-то позицию и вступить в конфликт с этой властью. Он этого не будет делать, он конформист. И поэтому, даже если бы у нас были средства введения информационной войны на Западе, я не уверен, что мы вот этих вот абсолютно равнодушных, малообразованных людей, причем малообразованность даже видна в тех, кто сейчас выходит на самый верх. Посмотрите на нынешних руководителей Германии, Франции, Великобритании, но это же тотально необразованные люди. Вот недавно это показали наши пранкеры Вован и Лексус в разговоре с министром внутренних дел Великобритании. Ну, вообще после этого министра, по идее, должна была уйти. Особенно, когда она повторила «Агличанка гадит» и «Вован и Лексус герои» и так далее, и так далее. Вот этот уровень, я не представляю, чтобы, скажем, Черчилль подловился на такой уровень. Я не идеализирую Черчилля. Он был не самый удачливый, так сказать, политик. При нем закончилась Британская империя, но, тем не менее, это был некий уровень. То, что мы видим сейчас, это и есть средний европейец, дорвавшийся до власти. Или средний американец. То, что происходит на Украине, то, что именно там нашла коса на камень, то есть в стране, где почти у каждого из нас есть родственники. Почему именно там? Я не знаю, говорил ли так Бисмарк, но ему приписывают такие слова, «Никогда не воюйте с Россией». Это все знают, да. Продолжал дальше следующее. Но если хотите победить Россию, оторвите от нее Украину. Вспомнили эти заветы, получается? Ну, это верно, но нужно помнить еще. Дело в том, что если забежать на несколько десятилетий и десятилетий прошлое, мы вспомним, что Сталин присоединил Западную Украину к Советскому Союзу. Я считаю, что перед войной это было правильно, абсолютно. А вот после войны нужно было вернуть ее полякам. Потому что нельзя глотать то, что не можешь переварить. То есть, это католический регион, это бывшая Галиция, где, по сути, это не русские. Это восточные украинцы русские, а это не русские. Кроме того, это была зона Бандеровщины. И смотрите, что произошло через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны. Хрущев в 1955 году дал амнистию, простил всех, кто прислуживал фашистам. И из лагерей 10 тысяч бывших бандеровцев вернулись на Украину. В это же время на Украину вернулись 100 тысяч украинцев из Канады. И они приехали с деньгами. То есть, приехали 200 тысяч человек, которые ненавидели не только Советский Союз, но и Россию. И как только они вернулись, ООН УПА приняла решение прекратить вооруженную борьбу против советской власти в течение 10 лет по сути шла гражданская война на Западе Украины. Зверствовали бандеровцы. Так вот, они решили прекратить эту борьбу и добиваться в течение жизни одного поколения прихода к власти их и членов их семей советских, комсомольских, партийных, хозяйственных организаций, чтобы постепенно их взять под контроль. Ну и в результате уже в 60-е годы на Украине в общем-то сказать, бушевал как национализм украинский. Потом там почва была подготовлена. Это даже, кстати, видно по футболу. В 68-м году в Киеве состоялось совещание функционеров, футбольных функционеров, где было решено, что украинские команды, 6 украинских команд, или 5 тогда их было на тот момент, они на своих полях играют с Динамо-Киев в ничью, а в Киеве они проигрывают. И была только одна команда, которая не согласилась с этим, это Донецкий Шахтер, потому что у Донецкой парторганизации были очень сложные отношения с Киевской парторганизацией, с Щербицким. То есть все вот эти вот расколы, которые мы наблюдаем, они тянутся из прошлого. И, к сожалению, в Советском Союзе эта проблема не была решена. Но уж когда Советский Союз распался, за Украину принялись американцы, они начали готовить из нее анти-Россию. И, в общем-то, они из нее сработали анти-Россию. Вот вы упомянули о войне смыслов или борьбе смыслов, как тут правильнее. Что Россия может противопоставить Западу, кроме военной силы, именно в этой борьбе смыслов? Ведь, ну, как показывает история и практика, именно эта борьба все-таки самая главная. Важнейший, важнейший, важнейшим элементом русской культуры до сих пор является социальная справедливость. Именно поэтому в России так и не приняли приватизацию 90-х годов и многое другое. Но, вообще, противопоставить, Россия побеждают те режимы, где власть и народ едины. Единство власти и народа. Куба, например, выстояла не только благодаря нашей помощи в свое время, но потому, что там власть и народ были едины. Если взять совсем старый пример, государство франков, там было 4 области. Так вот, династии мировингов и королингов, они пришли из той области, она была самая бедная, где было из-за бедности единство народа и власти. И они поставляли правящие, династии. Но то, что мы видим сейчас, вот сейчас, в ситуации после 24 февраля, безусловно, мы видим, так сказать, единство большей части народа, процентов 85, и власти по поводу вот этих военных действий. И еще одну вещь мы, безусловно, можем противопоставить Западу. Это защита слабых. Благодаря наследию Сталина и Берии Россия остается ядерной державой. И поэтому она единственная страна до сих пор, которая может, если государство, нанести неприемлемый ущерб Соединенным Штатам Америки. Поэтому, скажем, Китай, где две провинции юга, у них такой же валовый продукт, как у всей Российской Федерации. Но, тем не менее, наличие ядерного щита России решает очень многие проблемы Китая. Ну, и, наконец, еще одна вещь. То, что демонстрирует сейчас Россия, особенно последние годы-два, когда мы говорим, что мы за традиционные ценности, это означает, что мы перестали бежать, покупать билет на Титаник. Мы перестали бежать в тот мир, где проходят гей-парады, где трансгендеры, где разрушение семьи, разрушение христианства. То есть, мы перестали бежать на постзапад. И это, безусловно, пример для всех тех, кому не нравится вот эта разлагающаяся постзападная культура. Вот это очень важный момент. Перестать бежать на Титаник. И, кстати, очень многие в мире это прекрасно поняли. Есть еще одна вещь очень важная. Многие в мире, Индия, Бразилия, тот же Китай, для них очень важен пример России, который заключается в том, что появилась крупная страна, которая не хочет жить в мире, где господствует Запад. И это очень важный пример. Отсюда вот такая истерика. Истерика, причем, даже не американцев. Они-то в лучшем положении, чем Евросоюз и Британия. Смотрите, что происходит с Евросоюзом. В прошлом году Китай впервые обошел Евросоюз по валовому продукту. У китайцев 17,7 триллиона, у Евросоюза 17,1. Кроме того, Китай политически суверенная страна, а Евросоюз нет. Это шестерка Соединенных Штатов, а уж Германия это вообще протекторат. И проблемы Евросоюза будут нарастать, потому что вот этот конфликт, который сейчас развивается на Украине, он бьет по Евросоюзу со страшной силой. Он, по сути дела, разрушает европейскую экономику, толкает ее в деиндустриализацию. Поэтому европейцы так и бесятся. Почему бесятся британца тоже понятно. Дело в том, что тот мир новой глобализации, в который мы вступаем, я не согласен с теми, кто считает, что глобализация закончилась, мир сейчас расколется на несколько макрозон. Мир расколется на несколько макрозон, но глобализация никуда не уйдет. Она будет значительно более мягкой, она будет не однополярной, но глобальные связи в сниженном варианте останутся. И что нужно для макрозоны при нынешнем технологическом углоде? Ну, 300-400 миллионов человек, чтобы обеспечить спрос и предложения, чтобы обеспечить нормальное функционирование. Ну, ясно совершенно. США плюс Латинская Америка это одна зона, Китай другая, Индия еще одна. А вот Британия, которая поняла, что Евросоюз тонет и вышла из него с помощью Брексита, Британия сейчас рвется, рвет и мечет, чтобы создать свою зону. Традиционно зонами вот такой невидимой финансовой империи Британии были Южный Китай и Ближний Восток. Ну, Южный Китай отпадает, потому что Китай есть Китай, у нее остается Ближний Восток, но этого мало для того, чтобы создать собственную зону. И она решила попытаться прорваться в традиционную зону геополитических интересов России. Это Восточная Европа, это Закавказья и это Центральная Азия. Делает она это при помощи нескольких проектов британцы. Первый проект это Новая Речь Посполитая. Это попытка Польша, Литва, Украина и сюда Белоруссию. Но без Белоруссии этот проект не срабатывает. Вот маленькая Белоруссия, но тем не менее здесь ничего не получилось. И вот отсюда этот проект без Белоруссии не работает. Ну, а уж теперь тогда они заменили его на проект United Kingdom, Poland, Ukraine. Юг, пол-юг. Но вот эта спецоперация поставила крест на этом проекте. То есть в Восточной Европе британцам обламывается, поэтому именно они сейчас хотят военного конфликта значительно более широкого. Вот американцы пока уклоняются, а британцам позарез нужен новый конфликт. Второй проект, который Британия пытается использовать против России, это великий Туран Турции. И это Закавказья. Здесь у них кое-что получилось. Это война по поводу Карабаха. А вот Центральная Азия обломилась, потому что события в Казахстане в январе этого года, при том, что там были серьезные внутренние проблемы, но внутренние проблемы кто-то попытался использовать в качестве своего политического гешефта. Я глубоко убежден, что ситуацию в Казахстане пытались раскачать и устроить нечто вроде центрально-азиатского варианта арабской весны. Поэтому УДКБ войска быстро были введены и все это прекратили. Иными словами, мы из трех попыток Великобритании Россия подорвала две. Я думаю, что сейчас они будут очень активно, пользуясь тем, что Россия занята на Украине активно будут раскачивать ситуацию в Закавказье. То есть с Британией вот таким образом они пытаются сейчас отчаянно выстроить свою вот такую макрозону. Это для них вопрос жизни и смерти. Послушайте, на 2020 год совсем недавно событие в Беларуси, я, наверное, уверен, что вы за ними следили, в Беларуси система власти и государственного устройства выставила. Не подыскивают ли для нас сейчас новые формы какого-то воздействия? Поняв, что тот вариант просто не прокатил. Тот не прокатил. Я думаю, что единственный вариант сейчас для британцев это расширение вооруженного конфликта с привлечением Польши. Причем, вы знаете, какая вещь. Вот американцы сейчас выпустили вперед британцев. Это британцы рвут и мечут. Дело в том, что у британцев и американцев тоже сложные отношения. И у меня задается впечатление, что сейчас американцы хотят с британцами разыграть ту же игру, которую они разыграли в 56-м году во время советского кризиса. Дело в том, что в 56-м году, ведь с конца 20-х, начало 30-х годов американцы поставили задачу уничтожить британскую империю. Далес об этом сказал откровенно в 43-м году, что задача войны с Гитлера уничтожить британскую империю. И британскую империю, кстати, после войны уничтожали каждый из своих интересов, Советский Союз и Соединенные Штаты. Причем главным терминатором были Соединенные Штаты Америки. И британцы это знали очень хорошо. Так вот, американцы создали в 56-м году впечатление у британцев, что они их поддержат, если те начнут давить на Насара. Гамаль Абдель Насар, лидер Египта, национализировал Суэцкий канал. Это страшный удар по британской империи колониальной. И американцы создали впечатление у британцев, что они их поддержат. Великобритания, Франция, Израиль совершили акт агрессии против Египта. И тут выступил Хрущев, который сказал, что пусть тут в своей такой классической хрущевской манере, пусть тут британцы не думают, что они единственный обладатель ядерного оружия, есть еще кое-кто. А во-вторых, советское правительство не сможет препятствовать добровольцам, добровольцам, мирным людям, но численностью двух дивизий, которые поедут на помощь египетскому народу. Британцы бросились к Кейзенхауру, президенту США. Кот Леопольд спасает, помогает, ты же обещал. А им было холодно отвечено. Соединенные Штаты Америки не поддерживают колониальные империи, они против колониализма. Это был страшный удар по британской империи. Причем британцы понимали, что главный терминатор это Соединенные Штаты, потому что помимо вот этого удара американцы нанесли еще один. Они страшно нанесли страшный удар по фунту стерлингов, и тогда британцы обратились к Советскому Союзу за финансовой помощью. И Советский Союз эту помощь оказал. Вот так вот. И все-таки, как вы думаете, Беларуси стоит ли расслабляться, во-первых, действующей власти, ввиду того, что вот пережили 2020 год, и сейчас можем как-то спокойно жить. И почему вообще столько провокаций сейчас в нашу сторону с явной попыткой, если не втянуть, то показать и доказать всему миру, где у нас, собственно, информационного влияния, мы уже сказали, практически нет, что беларусы тоже участвуют в этом конфликте? Нет, расслабляться ни в коем случае нельзя, провокации будут продолжаться, Запад бесит то, что беларусы выступают вместе с Россией, по сути, является ее единственным союзником, разумеется, союзник еще не сербия, сербский народ, вот сербы это единственный народ, ну, кроме Беларуси, но Беларуси и народ, и государство, а у сербов только народ, потому что государство там вынуждено маневрировать, его очень откровенно сказал, что на него оказывается давление, так вот, расслабляться ни в коем случае нельзя, эти люди, вообще, вот англосаксы, это как бульдог, они успокоятся, только когда у них зубы вырвут окончательно, вот тогда они успокоятся, пока у них есть зубы, они будут цепляться и расшатывать, и кроме того, они очень злятся, когда они поигрывают, это даже по хоккею, по канадско-американскому хоккею, по футболу, они очень не любят проигрывать, и, вы знаете, вот, я вспоминаю и хоккей, ну, исторически много примеров, в духе англосаксов делать мелкие, вот, по мелочи, так сказать, подлости, делать по мелочи, один пример, в 18 веке в Великобритании пили в основном русский Иван-Чай, а в это время пошел из Индии индийский чай, но люди покупали по привычке Иван-Чай, что сделали британские купцы, они стали закупать большие порции Иван-Чая русского, засыпать туда тальк, и опять запаковывать и в продажу, но британцы скоро очень отказались от этого, потому что кому понравится пить чай с тальком, и Иван-Чай был вытеснен из Британии, и там все стали, так сказать, пить индийский чай, вот такая мелкая подлость, как говорится, бизнес, ничего личного, но подлость, и я помню хорошо, как канадцы играли в хоккей, когда они проигрывали тычки, удары, вот, так что будут здесь и мелкие подлости, и давление, кроме того, британцы будут активно использовать того, кого Черчилль назвал гиеной Европы, Польшу, я хочу напомнить, что Польша во время, ну, после того, как Гитлеру отдали Числовакию, она урвала кусок, Тишинскую область, правда, ей это не помогло, в 1939 году, что называется, наказания без вины не бывает, как говорил блаженный Августин, но британцы будут активно действовать через Польшу, есть два народа в Европе, которые ненавидят русских, имея в виду и русских, и белорусов, и малорусов, это британцы и поляки, ну, про британцев я уже, так сказать, объяснил, с поляками тоже все очень просто, поляки в свое время проиграли русским спор славян между собою, Польша стала частью Российской империи, но есть еще более глубокая вещь, русские единственные славяне, которые создали длительно существующую великую империю, что еще важнее, они создали альтернативную западу, но европейскую уже культуру модерна, Чайковский, Мусоргский, Достоевский, Толстой, великих художных брюллов, Польша же всегда была периферией, провинциальной периферией либо Запада, либо России, и вот это питает их ненависть к России, ведь поляки так и не смогли создать сильное централизованное государство, вот из-за этого их принципа «либерум вэта», «не дозволям», когда любой шляхтич, мелкий, мог встать и сказать королю, «не дозволям» и здесь никакой централизации здесь не будет. Ну и естественно, вот эта историческая ненависть к более удачливому славянскому же народу. Ну вот вы упомянули сейчас действительно классиков российских и сейчас такое время, что в Европе, в просвещенной Европе, как мы всегда так считали, сейчас запрещают их. Вообще вот с этой русофобией что на ваш взгляд можно сделать и вообще что происходит с европейской, ну, помните эти знаменитые мультикультурные и толерантные западные цивилизации? Вы знаете, с европейской культурой, европейской культурой и с Европой происходит следующее. Вот смотрите, европейская цивилизация существовала в четырех вариантах. Античный, он умер, византийский, он тоже умер, западный, романо-германский и у него отросток англо-американский, но это, этот вариант тоже умер. Дело в том, что традиционная Европа держалась на трех китах. Это христианство, это семья и это трудовая этика. Нынешние европейцы не хотят работать, они хотят, чтобы за них работали мигранты, но мигранты, которые приезжают, они тоже не хотят работать, они хотят жить на пособии. Второе, это, ну, мы знаем, что с семьей происходит сейчас в Европе, это нетрадиционная ориентация, гомосексуальные браки, трансгендерство, развал семьи, ну, и христианство, которое даже не смогли включить в европейскую конституцию. Кстати, вот нужно сказать, к чести поляков, они бьются за традиционные ценности и защищают свою религию, и в этом отношении они молодцы. Они, так же, как часть итальянцев, они понимают, что эти ценности отдавать нельзя. И мультикультурализм, это следствие уничтожения Европы. И вот эти атлантистские элиты и Великобритания, и США, и самой Европы, это элиты, которые уничтожают европейскую цивилизацию, ну, сказать, с позиции глобализма. Им не нужна европейская цивилизация, им нужна абсолютно усредненное человечество без этнической, расовой, сексуальной, то есть половой идентичности, то есть такое человеческое мясо бесформенное. Вот что происходит с Европой. У нас недавно был референдум, вы знаете, и вот те самые традиционные ценности прописаны в новом варианте Конституции, то есть чтобы это просто закрепить... Ну, это замечательно. И, кстати, и в России тоже прописаны эти традиционные традиционные ценности. То есть получается, что на данный момент Россия, Белоруссия, это единственный форпост, единственный пастион европейских ценностей. Я думаю, что европейцы 19 века в гробу переворачиваются от этой всей вакханалии, когда нам говорят, что есть 63 идентичности трансгендер, еще что-то. Вообще-то, если говорить всерьез, вот эти вот смена пола и прочее, это биологический экстремизм. Это должно быть запрещено законом. Так же, как вот то, что говорит Тунберг, кстати, это экологический экстремизм. Одно дело природоохранная деятельность, а другое дело экологизм, как идеология, которая человека приравнивает к паучку, червячку и говорит, что у человека такие же права, как у червячка, разницы нет. Это на самом деле идеология, которая направлена на сокращение населения Земли до полутора-двух миллиардов, до манипулируемой массы, потому что семью-восемью миллиардами не поманипулируешь. Ну, сейчас после тех санкций, которые Европа и США ввели против России и Беларуси, против нас двоих автоматом вводят, как раз-таки да, ближе к червячкам, к жизни червячков надо будет им присматриваться, потому что мясо будет очень дорогое, оно уже дорогое. И уже немецкие министры говорят, давайте не будем есть мясо, а там с тем Путина. Звучит как шутка, но ведь это уже не шутка, потому что реально поползли цены вверх. Вы знаете, у меня позиция такая, если кто-то хочет прыгнуть в пропасть, так ради бога, так ради бога, мы не против, я надеюсь, что просто там много здравомыслящих людей найдется, которые не захотят со своими шольцами, макронами прыгать в пропасть. А те, кому надо, пусть прыгают. с точки зрения ценностей, я не знаю, видели ли вы, но если нет, посмотрите, легко ищется. Фотографии просто рядом поставили. Президент Лукашенко со своим сыном Николаем. Видел. И президент Эстонии со своим сыном. Примерно одного возраста. Видел. Вот. Все, больше можно ничего не говорить просто после этой фотографии. Это вырождение на самом деле. Это вырождение. Возможно, вы видели, вы знаете, это американцы сами сделали. Они сравнили два ролика, ролик российский про российскую армию. Да, 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 я тоже видел. Ролик про... Вот. Ну так хорошо. Меня, кстати, недавно спросили, кто в Европе может воевать? Какие, так сказать, вот, кроме русских, там, белорусов, ну, для меня это одно. В Европе воевать могут отчасти, но только отчасти поляки, сербы и хорваты. Ну, сербы это наши друзья, хорваты враги, поляки тоже не друзья, хотя в Польше есть много людей, которые реально понимают, так сказать, ситуацию. Вот. Но не французы, немцы, которые были потрясающими, так сказать, вояками в первой половине 20 века, немецкая пехота Первой мировой войны историками военными считается непревзойденной по выучке. Так вот, это больше не воюющий народ, совершенно не, это другой народ. Здесь англосаксы добились того, чего они хотели. В 1940 году Черчилль писал одному своему знакомому, что Великобритания воюет не против Гитлера и даже не против национал-социализма. Она воюет против немецкого духа, духа Шиллера, чтобы он никогда не возродился. Ну, и они действительно, они кастрировали немецкий народ духовно, они загнали его в состояние комплекса вины. Вот. Я уже не говорю о том, что англосаксы после войны организовали, так сказать, голод в Германии, и вот все теперь уже знают это уже общее место про операцию «Немыслимое», которую задумал Черчилль. То есть удар силами 10 немецких дивизий, за которыми пойдут американцы и англичане, нанести удар по советской армии. Но американцы сказали, не-не-не, советская армия сильная, во-первых, во-вторых, они нам нужны против Японии. Так вот, почти мало кто знает, это вот немцы знают, но они не любят на эту тему говорить. Что случилось с этими несколькими сотнями тысяч немцев, которых собирались бросить на Англосаксы, их поместили в концлагеря по течению Рейна, и практически и 90% уморили голодом. Вообще, нужно сказать, что Германию после войны спас Сталин, потому что ее хотели аграризировать, разбить на 50 государств, но Сталин сказал свою знаменитую фразу «Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается». А у американцев был такой план профессора Хутона, об этом тоже сейчас не любят вспоминать, но он был, и это не секрет, специалисты знают. По плану Хутона из Германии должны были вывести 12-15 миллионов немецких миграционный миграционный кризис, который гражданка Меркель устроила. Так это и есть реализация плана Хутона. Ну, видите, как история, можно сказать, насмехается, а может быть, нет, не знаю. Ведь сколько народов в Европе, да и в мире должны в ножки поклониться дедушке Ленину, за то, что сейчас они имеют собственное государство и так далее. Ну, это я обучу в Советском Союзе в первую очередь. А те же поляки должны быть безмерно благодарны Сталину. Ведь после войны, после Второй мировой сколько территорий немецких-то они отхватили. И, собственно, тут такое. Тем не менее, и Беларусь, и Россия, ну, Беларусь может быть в большей степени потому, что уже давно, Россия только сейчас, но все равно мы тут в паре и получаем за двоих, что называется. Под диким давлением санкционным против нас ведут войну. Информационную, да, но еще и экономическую. Понимаем кто и надо понимать, что делать. У нас есть интеграционные объединения. В первую очередь, конечно же, это Союз Беларуси и России, Союзное государство, кстати, 2 апреля, День единения народов Беларуси и России, с чем всех нас и поздравляем. Ну, и последующие, которые появились, ну, наверное, самое актуальное, это Евразийский экономический союз. Вот эти интеграционные объединения, насколько они могут противопоставить что-то вот этой экспансии капитализма, которая, собственно, уже на исходе и от этого организирует. И какими новыми смыслами, возможно, должны наполниться эти организации, чтобы быть более эффективными? во-первых, интеграция это очень мощное оружие против вот этого давления. Ну, вот я сегодня, например, в интернет-новостях прочел о том, что Китай и Россия договариваются о возможности создания новой международной валюты. То есть, санкции, вот это то, что мы называем санкции, они бумерангом вернулись к тем, кто их запустил, они рушат Европу, они начинают рушить США в лучшем положении, но до них бумеранг тоже долетит, потому что то, что происходит в Соединенных Штатах с ценами на нефть и на прочих, это для них проблема. Другое дело, что у США есть социальный жир, его больше, чем у европейцев, но поэтому они могут этот жир довольно долго расходовать. Я думаю, что с точки зрения международной что можно противопоставить? Я бы идеологически противопоставил пост западу со стороны Бразилии, Китая, России, Индии. Мы против империалистического грабежа, потому что мировая система сейчас функционирует как несправедливый, за справедливый мировой порядок. Потом будем уже разбираться внутри. Ясно совершенно, что дальнейшее вот это противостояние с постзападом, оно не на одно десятилетие. Пока запад будет догнивать и организировать, причем вот этот конфликт он ускорит этот процесс, но думаю, что несколько десятилетий это продлится. В ходе этого, естественно, поскольку мы за международный справедливый порядок, то социальная справедливость должна стать и нашей внутренней ценностью. И в соответствии с этим уже и внутренняя политика, и сокращение разрыва между богатыми и бедными, и многое-многое другое. Но самое главное, дом, разделившийся в себе, не устоит. Должно быть единство власти и народа, тогда нам никакие санкции не страшны, никакие постзапады. Так что вот таким образом. Ну, хотелось бы все-таки отдельно, может быть, тогда поговорить про Союз Белоруссии и Россию. Вот особенно сейчас, ближе ко дню единения всегда собираются у нас первые лица государств, наших государств, и очень много обсуждают эту тему. И те самые 28, если я не ошибаюсь, программ, которые, в общем-то, приняты президентами, и сейчас на дне мера очень плотно работают экспертами, все называют историческим событием, в общем-то, которое должно сдвинуть с мертвой точки вообще союзное государство и все-таки наполнить его более весомым, конкретным, реальным смыслом. Как вы смотрите? Я думаю, что это и вообще нужно делать, но в ситуации, когда против нас ведется финансово-экономическая, психологическая война, это тем более нужно, потому что сила в единстве и в правде. А правда за нами? Ну и последний, наверное, вопрос, хотя нет, предпоследний, последний будет мой вопрос очень наивный, вам покажется смешным, но я его все равно задам. Наивный вопрос и самый интересный. Мы все понимаем, что мир уже не будет никогда таким, каким был вчера и даже таким, как будет сегодня. Сегодня такая единственная большая международная организация, которая призвана решать мировые проблемы, это организация объединенных наций, которая создана после Второй мировой и со своими целями и задачами какое-то время она с ними справлялась. Худо, бедно, но как-то решала. Сейчас очевидно, что кризис испытывает эта организация и вопрос, можно ли с ней что-то сделать, как-то перемонтировать или должна появиться какая-то абсолютно новая структура, которая, ну, так или иначе, площадка все равно нужна какая-то, да, где будут, пусть даже противоборствующие стороны, но иметь возможность диалога. Новая структура появится тогда, когда оформится новый мир. Что касается вот этого нынешнего этапа, я считаю, что нужно, при том, что ООН превратилась в площадку абсолютной пропаганды Соединенных Штатов и их сателлитов, все равно нужно держаться за эту структуру, потому что есть Совет Безопасности, где Россия и Китай имеют право вето, хочешь не хочешь, это, можно сказать, до Запада, они ничего с этим поделать не могут, они бы с удовольствием Россию исключили из СООБЕЗа, они это сделать не могут, поэтому они все время говорят, нужна реформа, нужно, чтобы было больше там государств, не пятерка вот этих вот победителей во Второй мировой войне, так что я бы не торопился прощаться с ООН, но то, что ООН перестала быть эффективной организацией, это совершенно понятно, как только был разрушен Советский Союз, начала разрушаться и ООН, потому что ООН была создана, это был результат Второй мировой войны, и это была структура управления мировыми процессами в период холодной войны, мы живем сейчас совершенно в другую эпоху, вы абсолютно правы, мир 24 февраля, мир абсолютно изменился, я когда давал интервью 24 февраля вечером, я сказал, что 90-е годы закончились, неважно, как закончится вот эта ситуация, даже Крым не был окончанием 90-х годов, это было такое свежее дуновение, но еще не холодный восточный ветер, а вот сейчас подул холодный восточный ветер, и безусловно в новом мире будут новые совершенно структуры, я думаю, что в новом мире, который оформится, все происходит быстрее, там в новом мире не будет и МВФ не будет, на его месте будет что-то другое, но будут все равно какие-то наднациональные структуры, другое дело, что прогнозировать скорость невозможно, я в 96-м году написал книгу «Колокола истории капитализма-коммунизма в 20-м веке», и я сделал прогноз, все прогнозы оказались точными, но с одной поправкой, вот то, что происходит сейчас, я это прогнозировал на 30-е и 40-е годы 21-го века, а оно вот, оно уже вот сейчас происходит, более того, то, что я прогнозировал, все закончится в 20-е, это уже совершенно понятно, и в 30-е и 40-е будет все по-другому, поэтому я сейчас по поводу скорости даже боюсь говорить, меняется все настолько быстро, и очень часто мы не замечаем какие-то вещи очень важные, вот смотрите, мы все обратили, правильно сделали, обратили внимание на проведенное Гейтсом событие 201, event 201, учение в октябре 2019 года, борьба с коронавирусом, заказывали коронавирус, вот получите, но почти все пропустили, что в 2015-м году были учения, которые проводили фонд Рокфеллера, называлась она разрыв пищевых цепочек, голод, и вот то, что сейчас происходит с подъемом цен на продовольствие, и то, что сейчас Европа может не получить подсолнечного масла, сахара и многого другого, это и есть разрыв пищевых цепочек, это было отработано в 2015-м году, то есть получается все по схеме, как в апокалипсисе, чума, война, голод. Кстати, безусловно, постзапад, сейчас атлантические верхушки, они безусловно используют конфликт для того, чтобы придушить Европу и сократить там потребление. Безусловно, они будут кричать, вот в такой ситуации, давайте есть червячков, 3D мясо, и так далее. Последний вопрос, очень многие писатели-фантасты, описывая будущее, будущее планеты Земля, и рисуют ее такой идеальной планетой, где все люди живут в мире в согласии, счастливые, занимаются творчеством, объединены все в одно большое государство, планета Земля, и если кто-то ее беспокоит, мирный покой и труд землян, так какие-нибудь залетные с альфа-центавры. Как вы думаете, вообще в принципе возможно ли такое? Я думаю, этого не будет никогда, по целому ряду причин, в том числе и по причине природы человека. Обратите внимание, в свое время Иван Ефремов, наш великий фантаст, написал книгу «Туманность Андромеды» о светлом мире будущего, а затем, через 10 лет, он написал другую книгу, «Час быка», которую изымали из библиотек по команде Андропола. Там сюжет такой, вот, проходит 4-5 поколений после событий в «Туманности Андромеды», и земляне летят на планету Торманс, где живут тоже земляне, но которые улетели с Земли, стоили 150 лет назад, но и там олигархический строй. И вот это столкновение, я скажу, коммунистического, олигархического строя, ну, побеждает, естественно, коммунистический строй, но Торманс был описан как вариант вырождения советской системы. Андропов это очень хорошо понял. Я думаю, что единого мира никогда не будет. Будет, мир будет очень разный, потому что, во-первых, на Земле очень много разных цивилизаций. Я несколько лет назад написал книгу «Водораздел. Будущее», которая уже наступила, и описал 8 макрорегионов мира. На мой взгляд, я, может, ошибаюсь, конечно, в двух макрорегионах будущее уже наступило. Это Китай с его системой социальных рейтингов, электронная система, которая легла на традиционную китайскую систему слежки, ну, то есть, для нас слежка, для них это нормально. Все, то есть, здесь захлопнулось. Теперь только как количество развития. А второй мир, где тоже будущее уже наступило, это Африка, футура архаика, где после ухода, знаете, как говорят эксперты, в истории Африки было две трагедии, колониализм и деколонизация. Вот, значит, в Африке разрушилось государство после ухода колонизаторов, и вот, то, что мы видим сейчас в Африке, когда на основе современных военных и электронных технологий происходит возврат к племенным структурам, футура архаика, там тоже ничего другого не будет. Я имею в виду не арабскую африку, а тропическую, но есть несколько регионов, где идет ожесточенная борьба за будущее. Это Северная и Южная Америка, это Европа, Россия, Арабский мир, Южно-Юго-Восточная Азия. Вот там борьба за будущее разворачивается, я думаю, что ближайшие 20-25 лет жизни одного поколения она будет продолжаться. Дальше просто заглядывать невозможно, потому что ныне события развиваются так быстро, что горизонт планирования, он вот, он прямо перед нами. Ну, что могу сказать? Веселое, очень время живем. Как говорил Тютчев, блажен, кто посетил Семь Мир в его минуты роковые. Мы живем действительно очень суровое время, но оно очень интересно. Но с другой стороны, а разве наши отцы и деды жили в легкое время? 41-й год. Я спросил у отца вот в июне, в самом конце июня 41-го года, у него были сомнения в победе? Он сказал, нет, сомнений в победе не было. Говорит, я понимал, что она будет очень, сказать, военно-кровавой, но сомнений в победе не было. А разве те люди, которые пережили мировую войну, гражданскую войну, НЭП, разве им было легче? Просто сейчас выросло поколение, про которое кто-то очень удачно сказал, что единственная трагедия, которая у них в жизни, это сломанный компьютер. Вот выросло поколение, которое привыкло жить в комфорте. Но вот сейчас нынешняя ситуация, она и произведет отсев. И тот, кто не научится жить вне комфорта, тот вообще вылетит из истории, а, возможно, и из жизни. Ну, это уже время покажет, конечно. Мне единственное всегда, чисто по-человечески, очень жаль простых людей, которые оказываются вот, знаете, на этих вот гранях очень сложных, как сейчас в Украине. и не только в Украине, в других частях мира. Детям ведь не объяснишь, кто такие Рокфеллеры, кто такие Ротшильды. Да, конечно. Особенно это не объяснишь полумиллиону детей, которых американцы убили в Ираке. Недавно умерла вот эта вот инфернальная ведьма Олбрайт, и показали ее интервью того времени, ее спрашивает журналистка, а вы, вам не жалко вот этих полмиллиона детей, которых вы убили в Ираке? Она говорит, это сложный вопрос, вообще все вот это затевать. Она говорит, мне очень трудно, вопрос сложный, но стоило. Это вот и есть, вот это и есть, вот почему, почему так американцы относительно быстро сделали Ирак. Во-первых, они купили иракских генералов, а во-вторых, они уничтожали гражданское население и перли, уничтожая гражданское население. Это типично англосаксонская манера. Ведь смотрите, когда британцы бомбили Германию в 45-м, в конце 44-го года, они не бомбили заводы, они бомбили жилья кварталы. Это был удар по гражданскому населению. Да, да, эти разрушенные города, это именно заслуга британцев-американцев. Советская армия действовала совершенно по-другому, вы правы. Что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Вам спасибо. Даст Бог как-то все-таки мы побыстрее придем все-таки к миру. Хочется мира и чтобы будет надеться. Да, чтобы ни одна детская слеза не пролилась, не говоря уже, не дай бог, а капли крови. Субтитры создавал DimaTorzok